Мафия Тесла. Как бывшие подчиненные Илона Маска становятся его главными конкурентами. Компания PayPal известно не только как первопроходец в области онлайн-платежей, но и благодаря своей так называемой «мафии» – группе бывших сотрудников, которые впоследствии стали успешными основателями и инвесторами множества стартапов – от Yelp и LinkedIn до Palantir и Affirm. Илон Маск – самый известный босс в этой банде – породил новое поколение мафии, которое однажды грозит составить конкуренцию ему самому. Десятки бывших сотрудников Тесла сейчас работают на других производителей электротранспорта, таких как Proterra и Rivian. Еще несколько бывших подчиненных Маска создали собственные стартапы, разрабатывающие электромобили и аккумуляторы. Их цель – изменить мировую автомобильную промышленность, оборот которой оценивается в 6 триллионов долларов США. «Тесла не сможет сделать это в одиночку», – говорит Питер Роулинсон. В прошлом он был главным инженером проекта Tesla Model S, а сейчас руководит собственным производителем электромобилей Lucid. «Маску нужна конкуренция», – уверен он. «Это хорошее сообщество. Я очень рад видеть, каким успешными и влиятельными в разных областях стали некоторые мои бывшие коллеги», – говорит сооснователь разработчика автономных автомобилей «Аврора» «Стерлинг Андерсон». Он покинул Tesla в 2016 году. Роулинсон, Андерсон и еще трое бывших сотрудников Tesla готовы составить компании Илона Маска конкуренцию в электрификации и автоматизации автоиндустрии. Их компании уже оцениваются в общей сложности примерно в 30 миллиардов долларов США. Это капля в море по сравнению с рыночной стоимостью самой Tesla в 780 миллиардов долларов США. Но пока это лишь начало. Стерлинг Андерсон, Аврора Инновейшн, сооснователь и директор по продукту. Ученый Стерлинг Андерсон, получивший образование в Массачусетском технологическом институте, пришел в Tesla в 2013 году. Он работал над кроссовером Model X и возглавлял разработку технологии беспилотного вождения Autopilot. Это как вместе воевать в окопах, говорит он о своей работе в Tesla. В таких тяжелых условиях люди выстраивают самые крепкие связи. Андерсон ушел из Tesla в 2016 году, чтобы запустить производителя беспилотных автомобилей Aurora Innovation. К его команде присоединились бывший руководитель подразделения Google по разработке беспилотных автомобилей Крис Урмсон и исследователь искусственного интеллекта из университета Корнеги Меллана Дрю Бегнелл. Аврора получила больше 1 миллиарда долларов США от инвесторов и в декабре 2020 года приобрела беспилотный бизнес Uber, повысив свои шансы стать крупным игроком в этой области. На данный момент она наладила техническое партнерство с Uber, производителем грузовиков Пакар и Тойота. После сделки с Uber оценка стартапа из Кремниевой долины выросла примерно до 10 миллиардов долларов США. Джин Бердичевский – сооснователь и генеральный директор сила Nanotechnologies. Бердичевский устроился в Tesla в 2004 году, став седьмым по счету сотрудником. Он пришел на должность главного инженера по аккумуляторам для первого потребительского автомобиля компании под названием Roadster. К моменту создания автомобиля Бердичевского больше интересовал поиск новых способов сделать литий-ионные аккумуляторы, с которыми он работал значительно дешевле и эффективнее. «После выпуска Roadster я должен был решить, создавать ли свою компанию или оставаться и работать над Model S», рассказывает он. В 2008 году Бердичевский покинул Tesla, а в 2011 основал проект «Сила Nano». С тех пор его компания разработала кремниевый анод, способный заменить в аккумуляторах более дорогой графит. Как заявляет компания, этот материал мог бы сделать аккумуляторы, которые используют Tesla и другие производители электромобилей, как минимум на 20% более эффективными, а позднее возможно повысить производительность на 50%. Стартап привлек 930 миллионов долларов США от инвесторов. Из них 590 миллионов были собраны в ходе январского раунда, где «Сила Nano» была оценена в 3,3 миллиарда долларов США и получила средства на первый крупный завод, который планируется запустить в 2024 году. «Это был долгий путь, но в целом мне нравится этим заниматься», говорит предприниматель. Хенрик Фискер, сооснователь и генеральный директор «Фискер Инк». Знаменитый дизайнер, когда-то стилизовавший родстер-кабриолет BMW для Джеймса Бонда и руководивший дизайном Вастен Мартин, консультировал Тесла в проекте Model S. Илону Маску его дизайн не понравился, и в 2008 году он подал на Фискера в суд, утверждая, что датский предприниматель подписал контракт только чтобы шпионить за Тесла. Сам Фискер это отрицал, а Маску не удалось доказать обратное в суде. Первую попытку стать конкурентом Тесла Фискер предпринял в своем стартапе Фискер Automotive. Он намеревался вывести на рынок электромобиль класса Люкс Карма с гибридным электробензиновым приводом. Однако его проект провалился из-за череды проблем – возгораний аккумуляторных батарей, дефектов сборки и даже потери партии автомобилей во время урагана в 2012 году. В 2014 году Фискер свернул проект. Теперь он вернулся на рынок с новой компанией под названием Фискер Инк. Фискер собирается продавать электрические внедорожники Ocean с начальной ценой в 37 500 долларов США, которые будут напрямую конкурировать с кроссоверами Тесла Model Y. Фискер Инк, ставшая публичной в 2020 году благодаря слиянию со специальной компанией пустышкой SPAC, планирует запустить производство только через год, но уже имеет рыночную капитализацию в 4 миллиарда долларов США и около 1 миллиарда долларов США от инвесторов на разработку продукта. На самом деле автомобильная промышленность – это не та отрасль, в которую Кремниевая долина должна или хочет инвестировать, говорит Фискер, вспоминая финансовые проблемы, возникшие в Фискер Automotive. Тесла справилась с этой проблемой довольно быстро. Когда Илон начал работать в Тесла, у него было много денег от PayPal и это помогло. Затем в начале 2010 года ему удалось вывести компанию на биржу. У нас все было по-другому. Питер Роулинсон, сооснователь и генеральный директор Lucid Motors. Роулинсон, много лет проработавший в Jaguar и Lotus, пришел в Тесла в 2009 году. Они с маском отлично ладили, по крайней мере, поначалу. Мы оба были помешаны на стремлении к новым вершинам в технологиях и инженерном деле и не было предела совершенству, рассказывает Роулинсон. Он был главным инженером электроседана Тесла Model S, вышедшего в 2012 году и установившего новую планку для автомобилей на аккумуляторах. В том же году Роулинсон покинул компанию, ему нужно было заботиться о больной матери. И он уже несколько разочаровался в маске и его проекте разработки Model X. Сейчас Роулинсон руководит стартапом Lucid Motors, производящим электромобили в Ньюарке, штат Калифорния. Lucid Motors получили 1,3 миллиарда долларов США от Саудовской Аравии. И этой весной планируют начать поставки роскошных электроседанов Air, способных проехать более 800 километров на одной зарядке и стоящих 169 тысяч долларов США. Я не конкурирую с продуктом Тесла. Я соревнуюсь с Mercedes-Benz, говорит Роулинсон. Джей Би Страубель, сооснователь и генеральный директор Redwood Materials. Как и Маск, Страубель был соучредителем Тесла. Он занимал должность технического директора с первых дней компании до 2019 года. Его давняя мечта заключалась в том, чтобы производить электромобили и снижать загрязнение атмосферы углекислым газом. Теперь его стартап Redwood Materials занимается переработкой аккумуляторов, чтобы литий, кобальт и никель из использованных аккумуляторов автомобилей Тесла и других производителей не попадали на свалки. В сентябре 2020 года компания из Карсон-Сити, штат Невада, объявила, что привлекла от инвесторов 40 миллионов долларов США и начала над проектами по переработке с Panasonic и Amazon. «Чтобы бороться с изменениями климата, мы должны устранить воздействие наших продуктов на окружающую среду», – заявил Страубель во время сбора средств. Если предположить, что Страубель сохранил долю в Тесла и учесть акции, которые он получил как член совета директоров производителя аккумуляторов QuantumScape, в которого инвестировал Билл Гейтс, то состояние бывшего топ-менеджера Тесла можно оценить в 1 миллиард долларов США, – посчитал Forbes.